На днях международная деловая газета Financial Times опубликовала информацию из внутреннего отчета стратегического отдела Европейской службы внешних связей. В документе описана широкая пропагандистская кампания распространения дезинформации о пандемии коронавируса на международном уровне. Анализ позволил выявить в соцсетях фейковые аккаунты, связанные с российским государством, ранее замеченные в сомнительных публикациях о протестах в Сирии и Франции. С этих аккаунтов велось распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Российские прокремлевские СМИ организовали внушительную кампанию дезинформации, значительно искажая факты и приправляя их откровенной ложью. В прокремлевском контенте утверждается, что коронавирус – это искусственно созданное человеком оружие западного мира. Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на усиление опасений по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой заболевания, в то время как сообщения на испанском языке развивают апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках извлечь выгоду из вируса и подчеркивают, насколько хорошо Россия и Путин справляются с коронавирусом. С 1 января по 12 марта в RT Spanish, российском государственном агентстве новостей, ранее известном как Russia Today, сгенерировали в общем почти 7 миллионов репостов контента о коронавирусе – Facebook, Twitter и Reddit. Это сделало российских пропагандистов одним из самых популярных источников, который опередил некоторые крупные западные СМИ. Так зачем же Россия всеми силами разгоняет по всему миру фейки о коронавирусе? Все очень просто. Как всегда, Кремль повсюду хочет влиять, контролировать и путать карты. А если это удается не очень, то Россия просто сеет хаос, пытаясь ослабить своих оппонентов. Сильная и единая Европа под боком ОРФ – это совсем не то, о чем мечтает Путин. Такая Европа точно не отменит антироссийские санкции. Поэтому целью дезинформации о коронавирусе является разжигание растерянности, паники и страха, а также искривление информационного поля в рамках более широкой стратегии подрывать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия. В сегодняшних условиях, когда мир столкнулся с общей бедой, говорить о человечности России не имеет смысла. Моральный облик государства утрачен Россией уже давно. Главное, что теперь европейцы предупреждены. Европейская служба внешних связей усиливает мониторинг и выявление потоков дезинформации, тесно сотрудничая с НАТО и ведущими экономиками стран J7. Будьте бдительны, не распространяйте непроверенную информацию и не поддавайтесь панике. В этот сложный для всех нас период выполняйте не только рекомендуемые санитарные требования, но и, что не менее важно, соблюдайте правила информационной гигиены. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Patreon. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok